Здравствуйте, уважаемые коллеги! Компьютерная томография в диагностике и стадировании рака желудка. Чем радиолог может помочь хирургу? На наш взгляд, мультидисциплинарную команду, занимающую лечением рака желудка, можно сравнить с корабельной командой. Только вперед смотрящему видна истинная картина пути корабля. Так же, как только специалисту компьютерной томографии видно распространение опухолевого процесса. И если другие члены команды интересуются картиной, которую он видит, то это не абстрактный вопрос. И простое описание полученных сканов не отвечает требованиям членов команды. Так, на самом деле, под вопросом, что там, каждый из них имеет в виду конкретную информацию. Штурман о скорости корабля, капитан о глубине, чтобы не сесть на мель и так далее. Так же и вопрос клинициста к специалисту компьютерной томографии не является абстрактным. Требует конкретной информации о глубине инвазии, расположении сосудов, наличии лимфатических узлов. Мы в своей работе дополняем стандартный режим компьютерной томографии, пневмогастрографии. Пациент получает газообразующую смесь, которая раздувает желудок изнутри, расправляя складки слизистой, тем самым повышая информативность метода. Давайте теперь посмотрим, куда картина, которую видит специалист компьютерной томографии, может завести клинициста. Первой и самой очевидной находкой могут являться отдаленные метастазы. Наиболее часто в легких и печени. Именно с целью исключения отдаленных метастазов в первую очередь назначают компьютерную томографию. И такая находка, безусловно, является завершением еще не начавшегося пути хирургического лечения пациента с опухолей желудка. Компьютерная томография проводится для определения степени распространения опухолевого процесса до операции. Развитие эндоскопических технологий позволило выполнить ИСД при ранних раках желудка. Раньше считалось, что компьютерная томография не имеет места в диагностике ранних раков. Однако, предложенная нами методика позволяет визуализировать такие опухоли. И у нас есть определенные уже статистические данные. Чувствительность в определении глубины в пределах слизистого слоя у нас невысокая – 16,7%. Но специфичность довольно высока. Выполнение компьютерной томографии может установить более распространенный процесс за счет лимфогенного распространения. На данном слайде мы видим опухоль в пределах подслизистого слоя с инвазией. И при выполнении нашей методики мы визуализируем деформированный подслизистый слой. Картинка эндоскопическая, компьютерная томографическая рядом. И чувствительность нашего метода в определении критерия опухоли в пределах Т1-Б составила 80%, специфичность 92%. Позвольте представить клинический случай. Это видеозапись гастроскопии молодой пациентки, обследующей по поводу образования в яичниках. И у данной пациентки перстневидно-клеточный рак. Мы видим практически полное отсутствие каких-либо изменений в слизистой. При выполнении компьютерной томографии тотальный рак желудка. В случае выявления лимфогенного распространения или большей стадии, чем по эндоскопическим методам, например, как при перстневидно-клеточном раке, такие больные направляются на стандартные хирургические вмешательства. При стадировании рака желудка перед плавным вмешательством компьютерная томография с достаточно высокой точностью позволяет диагностировать опухоли в пределах мышечного слоя. По нашим собственным данным, полученным, чувствительность метода составила 54%, а специфичность 100%. Здесь представлена компьютерная томография пациента категории Т3. Чувствительность достигает 89%, специфичность 82%. При стадировании рака желудка перед плавным вмешательством чрезвычайно важно также определить наличие либо отсутствие метастатических лимфатических узлов. На данном слайде мы видим довольно большие лимфатические узлы 8 и 12 группы, но по данным патоморфологического исследования они оказались не поражены. Здесь мы видим конгломерат метастатических лимфоузлов 13 и 8 А группы. Маленький лимфатический узел 12 А группы по короткой оси, составляющей 5 мм. И по патоморфологическим данным оказались метастазы. Опять же, получены наши собственные данные по N-стадированию. Чувствительность достаточно высокая, 95%, специфичность 82%, точность 88%. Следует обратить внимание на то, что средний и минимальный размер метастатического лимфоузла составил при анализе 138 пациентов 5 мм. При появлении лимфогенных метастазов и глубокой анвазии в стенку желудка меняется тактика лечения таких пациентов. Многим рекомендовано, в том числе и в CNN, проведение неодевантной химиотерапии. При обследовании после проведенной неодевантной химиотерапии, компьютерная томография позволяет объективно оценить регресс изменений в лимфатических узлах и определить ответ опухоли на лечение. На данном слайде видно метастатический лимфатический узел 3 А группы. После проведения неодевантной химиотерапии мы видим уменьшение размеров лимфатического узла при патоморфологическом заключении метастатическое поражение. При выполнении самого оперативного вмешательства при определении необходимого клиренса от опухоли хирургам необходимо знать характер роста опухоли по Борман, который отчетливо определяется при компьютерной томографии. И отдельным большим разделом является кардиозофагиальный рак. Он заслуживает большого внимания, поэтому мы углубляться в этот раз не будем. Операция может быть дополнена внутрибрюшной химиоперфузией. Мы достаточно хорошо дифференцируем опухоли категории Т4А. Чувствительность метода составила 92%, специфичность 95%. Операция может быть дополнена внутрибрюшной химиоперфузией, которая используется при наличии свободных опухолевых клеток в брюшной полости. Многими хирургами ассоциируется стадия Т4А. И наш метод, позволяющий довольно хорошо дифференцировать такие опухоли, может дополнительно сориентировать клинициста при выборе тактики лечения. Всегда на дооперационном этапе необходимо учитывать возможность инвазии в соседние органы. На данном слайде представлена опухоль свода желудка с инвазией в печень, в селезенку и в диафрагму. Естественно, это лучше на дооперационном этапе предполагать необходимость выполнения мультиорганных резекций. Чувствительность нашего метода составляет 100%, специфичность 98%. Более того, компьютерная томография в режиме ангиографии дает очень хороший навигационный режим в плане сосудов. На данном слайде представлена типичная картина анатомии целлюаком из материального бассейна. Здесь мы видим второй тип помечула. Левая печеночная, отходящая от левой желудочной, замещающая. Третий тип помечула, это как примеры. Правая, замещающая правая печеночная, от верхней брюжеечной артерии. Таким образом, компьютерная томография является клиническим методом исследования, который во многом определяет тактику лечения пациентов. И только тесная совместная работа хирургов и лучевых диагностов может помочь избежать подводных камней и выбрать оптимальный путь лечения пациента. Спасибо. Спасибо большое за очень интересный доклад и за то, что вы выступили даже короче, чем позволяет регламент. У нас есть возможность задать вопросы. Да, пожалуйста. Спасибо большое за отличную презентацию. Скажите, пожалуйста, в своей практике у нас возникают часто трудности с дифференцировкой между Т2 и Т3 по компьютерной томографии предоперационной. Какие-то четкие критерии, которые вы используете. И тоже по ИНР плюс. То есть вы больше 5 миллиметров все считаете как подозрение на метастатическое поражение узлов? Спасибо. В отношении, я хочу с первого вопроса, в отношении метастатического поражения метастатиков мы ориентируемся, в меньшей степени ориентируемся на размеры. И в большей степени ориентируемся на рассеянный накопление как раз на примерах. Потому что при метастатическом поражении, при изменении структуры, всегда будет неравномерное, неоднородное накопление. Если мы видим нормальную лимфаузию, он будет равномерно окопить всегда в контрастный препарат. Если ненормальный, будет либо повышенное накопление, либо его, ну то есть нужно хорошее контрастирование во время проведения исследований. Мы используем контрастирование болезненным инжектором. И я не остановилась подробно на нашей методике. Мы используем ранее отсроченную фазу контрастирования. И здесь ориентируемся на степень вымывания контрастного препарата. Потому что опухолевая ткань, она всегда будет вымывать контрастный препарат по другому, нежели непораженная ткань. И видны очень хорошо границы именно вот где-то четвертая минута. Ну то есть ранее отсроченная фаза контрастирования. В отношении опухоли дифференцировки Т2-Т3 чувствительность у нас довольно низкая. Ну такая относительно, да, 40%. И здесь ориентируемся на фрагментарно визуализируемый нами подслизистый слой при Т2. При Т3, он при компьютерной томографии, при исследовании, он чаще всего не визуализируется. То есть вот это такое вот отличие. Ну и плюс, и не аж. Спасибо большое. Спасибо большое. Еще вопросы есть в зале? А как с канцероматозом вы решили дело обстоит при этой диагнозе? Непосредственно статистическую обработку данных мы не проводили пока еще. У нас это все в процессе. Но, конечно, если начальные признаки канцероматоза имеются, мы довольно плохо это дифференцируем. Потому что, к сожалению, дифференцировать какие-то фиброзные изменения у людей пожилого возраста на фоне спаечных процессов бывает крайне сложно. Спасибо. Еще вопросы? Мне вот заинтересовал размер линфаузла 5 мм. Это поперечный размер, да? Поперечный. Иногда мы оцениваем те, кто... Средний размер? Нет. Минимальный или... Когда мы обучались в Израиле, у них идет стандарт. Мы раньше брали два размера, они говорят, теперь сколько поперечник берем. Если оно менее 1 см, то это уже как бы они не пишут линфодонопатия. А более получается, что... Ну, имеется в виду, что мы всегда писали два размера. Если один более 1 см, то это уже метастаз под вопросом. А они второй размер не берут, только поперечник. И вот мне интересует, 0,5 это поперечник или продольно она идет? Пятимиллиметровые лимфатические узлы метастатически пораженные, они могут быть как в диаметре, так и в поперечном размере. И мы, я еще раз повторю, что мы не ориентируемся напрямую на размеры лимфатических узлов. Потому что это, как показала практика, в основном поражают, очень часто поражаются маленькие лимфатические узлы. Особенно при перстневидно-клеточном раке больших лимфатических узлов метастатических пораженных крайне редко можно встретить. В основном это мелкие лимфатические узлы от 2 мм до 7. Спасибо большое. Мне кажется, вы говорите об одном, но с разных сторон. Если вы имеете в виду критерии резист, которые нужны для химиотерапевтов, это немножко другая история. Короткого ось, там есть свои правила, да, вы можете посмотреть. Если речь идет о хирургах, которые нужно понять, есть ли поражение лимфатических узлов, им не важен размер, им нужно понять, идти по принципу предоперационной, переоперационной химиотерапии или операции, здесь немножко другое. Мне кажется, это такой сугубо профессиональный вопрос, если у вас есть возможность в куларах его обсудить и расставить точки над «и» там 5 мм, 6 мм. А заключение выносит ли мы более 0,5 мм? Мы его оставляем только в тексте, а в заключении не выносит. Извините, пожалуйста, я вот даже как председатель, нам абсолютно не важны миллиметры. Там 5 их будет или 7, или 8. Если структура лимфатического узла позволяет сделать вывод о том, что имеется поражение, они напишут. Они не будут.